Дорогие друзья, знаете ли вы о блюде, которое готовится путем элементарного запекания в духовке? Правильно, это аппетитная запеканка. Прекрасное блюдо из курицы для воскресного обеда или даже для праздничного стола. А мне не терпится познакомить вас с моей гостьей, студентка факультета искусств Крымского инженерно-педагогического университета, талантливая и творческая личность Лемара Юсупова. В движении кисти нашей художницы застывает время. Для нее важно передать эмоции и настроение, непрестанно совершенствуя и оттачивая свое мастерство. Она стремится добиться успеха в творчестве. Среди ее работ можно встретить портреты, пейзажи и натюрморты. Героиня нашей программы не только красиво рисует, но и владеет древним видом искусства – росписью Хной Мехенди. Тонкие и изысканные узоры требуют особого внимания мастера, ведь именно в них отражается индивидуальный стиль росписи, в которых она стремится передать восточный колорит. И сегодня Лемара Юсупова поделится авторским рецептом запеканки под названием «Вдохновение» на гостеприимной кухне «Софрага Буйуранас». Селям алейкум, Лемара. Алейкум селям. Очень рада видеть тебя у нас в студии в программе «Софрага Буйуранас». Будем с тобой сегодня создавать особую атмосферу, правда? Да, конечно. Лемарочка, что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить довольно-таки несложное, простое блюдо, но в то же время оно довольно-таки вкусное. Это запеканка с курицей и с овощами. Наша запеканка называется «Вдохновение». Почему «Вдохновение»? Потому что многое в моей жизни связано именно с вдохновением, начиная с творчества, заканчивая, допустим, кулинарией. Поэтому у нас такое символическое сегодня название. Здорово. Блюдо авторское у нас получается. Ну, можно сказать, что так, да. Почему остановила свой выбор именно на запеканке? Почему именно эта запеканка? Потому что, во-первых, я очень люблю сочетание именно этих ингредиентов. То есть курицы и овощей. Особенно это грибы с сыром. И я очень люблю готовить это блюдо дома и хотела поделиться с вами вот таким простым, но вкусным блюдом. Здорово. Так, что нам понадобится для приготовления? Куриное филе. Это овощи, картофель, лук, помидоры, шампиньоны, сыр, сметанка, майонез и специи по вкусу. Все, отлично. Мы можем приступать? Да, конечно. Что нам нужно? С чего мы будем начинать с тобой? Пока я буду нарезать филе, ты, наверное, нарежешь картошечку, да? Да. Как? Картошечку нужно нарезать кольцами. Очень важно, чтобы это были такие тоненькие слайсы, чтобы в процессе оно очень быстро приготовлялось. То есть я так понимаю, вот просто вот кольцами? Да. А я пока буду заниматься мясом. Мясо нужно нарезать квадратиками, тоже небольшими, чтобы оно успело примерно по тому же времени, как и другие ингредиенты, приготовиться. То есть это небольшие квадратики, примерно один на один сантиметр. Ну что ж, тогда приступаем. Да. Лимар, готовишь, скажи, часто дома? Ну, благодаря тому, что я студентка и нахожусь вдали, скажем так, от дома, приходится, конечно же, готовить себе самой. Но скажу так, что очень люблю на выходные ездить домой. Почему? Потому что лучше мамины еды, понятное дело, ничего нет. Ничего нет. Не придумали еще. Нигде не попробуешь, нигде не съешь ничего вкуснее, поэтому готовлю, конечно, готовить приходится. Но времени, наверное, не так много. Времени, да. Из-за того, что у меня такой, скажем, график сложный, вот, много работы, учеба, поэтому... Ну, вот, смотри, работа, учеба, блюдо под названием вдохновение, все это говорит о том, что ты личность творческая, занимаешься изобразительным искусством, правильно? Да. Вот. Расскажи, как ты к этому пришла, расскажи, кто стоял у истока, расскажи, вот, как начался твой путь именно в этой сфере? Ну, скажем так, у меня еще с детства были какие-то позывы какие-то к творчеству. Я очень любила рисовать, мне постоянно поручали оформление стенгазет, плакатов, но, если честно, никогда не думала, что свяжу свою жизнь именно вот с таким творческим путем. Вот, когда пришло время выбирать, куда поступать, какой вуз, я очень долго думала и остановила свой выбор именно на факультете искусств Крымского инженерно-педагогического университета. Я, кстати, очень рада своему такому выбору, ничуть не жалею. Ну, оцени, довольно-то тонко или как-то не так? Все отлично, хорошо. Так, что теперь мы с тобой будем делать? Нужно переложить в тарелочку мясо и перемещать со специями. Держи тарелочку. Да. Рассказывай мне и нашим телезрителям, как мы перекладываем, с чем смешиваем и так далее. Держи тарелочки. Пару щепоток, наверное, соли. Да. Щепоточку перца. Да, и это все тщательно перемешиваем. Что-то еще нужно или только это? Еще приправу для курицы я сейчас посыплю. Это как мы, типа, маринуем ее, можно так сказать? Да, можно так сказать, да. Желательно такой быстрый маринад, скажем так, поставить в холодильник буквально минут на 15-20, чтобы мясо успело пропитаться специями, было более ароматным. Добавим еще чуть-чуть. Итак, соль, перец, приправа для курицы и майонез. Да, и майонез чуть-чуть. Все, мы это все запомнили. Так. Это мы отправляем в холодильник буквально минут на 15-20, я уже сказала. Хорошо, отправляем. Итак, пока наше филе стоит в холодильнике, мы будем заниматься следующими этапами приготовления. Так, картошечка у нас порезана, лемар, правильно, да? Мы ее... Перекладываем в тарелочку. Хорошо, давай, так, это сделаем аккуратненько. Да, ее теперь нужно будет поперчить, посолить. Так, сколько? Тоже на глаз. Тоже на глаз. Ну, давай, так как ты у нас сегодня гостья, мы прислушиваемся все к тебе, и я, и телезрители, поэтому... Вот так. Тщательно перемешать. Отлично. Все, картошечка у нас тоже теперь. Ну, а теперь что мы будем делать? Теперь мы нарезаем остальные ингредиенты, это помидоры, лук. Давай ты нарежешь лук. Хорошо. Да, я нарежу пока помидор. Так, как я режу? Полукольцами. Тоже тоненько, полукольцами. Лемарочка, ну раз мы заговорили о творчестве, вот расскажи, пожалуйста, о своей первой работе, которой ты была довольна. Что она из себя представляла? Это были портреты. Да, я еще в то время, когда не поступила в университет, я рисовала портреты. Начинала именно с портретов. И если сравнивать, конечно, тот уровень, с чего я начинала и к чему я пришла сейчас, то это для меня это небо и земля. Первые работы хранишь? Первые работы находятся у своих обладателей. Ну, я так понимаю, что это были, наверное, как подарки, да? От тебя не заказы еще, наверное, а... Или заказы уже? Были уже и заказы, да. Ну, значит, не все так плохо, потому что, ну, люди бы не стали хранить, наверное, то, что им бы не понравилось. Возможно, да. Сейчас ты студентка. На каком курсе учишься? Учусь сейчас на четвертом курсе. На четвертом курсе учишься. Как ты считаешь, нужно ли в твоей сфере профессиональное образование? Или можно просто так уметь и таланта достаточно? Я скажу так. Я считаю, что есть талантливые, прирожденные художники, есть музыканты, есть певцы тоже. Так. Прирожденные, талантливые люди. Вот. Но именно в моей сфере, в изобразительном искусстве, я уверена, что нужно какое-то образование, даже если это будет не высшее учебное заведение, это должны быть какие-то постоянные курсы, повышение своих навыков и развитие своих творческих способностей. Лук и помидоры нарезаны, а это значит, что мы можем готовить дальше. Так, мы это, наверное, давай с тобой уберем. Да, переложим в тарелочку тоже. А теперь нам нужно нарезать грибочки. Давай это будем делать вместе, да? Да. Объясняй как? На половинке. Так. И поперек. Все. Лемар, скажи, есть ли у тебя какое-то хобби, помимо твоей основной деятельности? Ну, скажем так, все мое свободное и несвободное время занимает именно творчество. Поэтому это и моя работа, и моя учеба, и хобби, и отдых, и все на свете. Поэтому, скажем так, что какого-то другого хобби у меня нету. Это мое самое любимое занятие. То есть все свободное время, ты занята только этим? Да. Кто? Девочки, которые со мной живут, родители, прекрасно знают, какая у меня постоянно царит обстановка. Какая, кстати, расскажи. Ну, скажу честно, что люблю рисовать я в гордом одиночестве. Да. Я люблю спокойную, тихую обстановку. Люблю, когда на фоне играет спокойная, атмосферная музыка. Это тоже способствует процессу творческому. Где вдохновение берешь? Вдохновение, ну, в первую очередь, это та атмосфера, в которой я учусь. Я ознакомлюсь с новыми лицами творческими, с художниками. Хожу на выставки, слежу, скажем так, за творческим развитием других художников. Вдохновляюсь их работами. Черпаю вдохновение именно и какие-то полезные навыки. Перенимаю к себе именно от этих художников. Каких-то вот пару имен можешь назвать? Вот все-таки кто для тебя какие-то ориентиры? Это мой преподаватель, в первую очередь, Эрфан Нафиев. Я горжусь, что он мой преподаватель, что он отдает какие-то, передает, скорее всего, своим студентам и в том числе мне свои какие-то знания. У него все-таки опыт побольше, чем у нас. Помимо крымско-татарских художников, есть множество других художников всего мира, чьи работы... Честно, я не все даже знаю имена. Я могу по какому-то стилю написания. Определиться, наверное, да? Да, написание картины. Есть у каждого свои какие-то техники интересные, определенные. Есть какой-то стиль, и я хочу сказать, что это довольно-таки очень важно, найти свой стиль именно в творчестве, в художестве, в произведении искусства, скажем так, чтобы по этому стилю тебя определяли именно вот как художника. Да, это очень важно. Так, отправляем грибочки в тарелочку. Да, в тарелочку. Лемара, почти что все ингредиенты у нас нарезаны, кроме сыра, как я вижу. Да. Что нужно с ним сделать? Сейчас я буду заниматься сыром, нужно его натереть на терке, а в то время ты помешаешь мне, наверное, сметану, да? Так, сметану. Нужно перемешать сметану с солью, тоже соли немножечко добавить, буквально щепоточку, и перчика. Лемар, ну, ты упомянула о том, что первые твои работы – это были портреты, которые нашли своих обладателей, и сейчас ты тоже портретами занимаешься, портреты ты пишешь. Да, сейчас это мое, скажем так, основное занятие. Ага. Да. И любимое. Самое главное – любимое. Много ли заказов, расскажи, если не секрет? Как часто к тебе обращаются? Благодаря соцсетям многие узнают обо мне, как о художнике, многие обращаются. Кто в большей степени обращается, вот, контингент твоих заказчиков? Ну, такого же, наверное, возраста девочки в основном обращаются. Заказывают свои портреты или кому-то, ну, там… Нет, кстати, в основном заказывают в подарок портреты. Да, родителям, молодому человеку, сестре, подруге. Если это парни, то они заказывают портреты, понятное дело, своим девушкам любимым. Здорово. Знаешь, что я тебе хотела спросить? По секрету тоже. Есть ли любимый какой-то типаж у тебя? Рисую всех, люблю многих актеров, актрис, скажем так, рисовать, потому что звезды чаще всего сбывают с яркой выразительной внешностью, а я очень люблю, когда у человека есть какие-то характерные черты, которые хочется передать через портрет. Здорово. Так, ну что, что мы делаем теперь? Да, все ингредиенты у нас, в принципе, готовы. Мы должны достать нашу форму для запекания. Форму, да, конечно, у нас есть форма. Вот такая вот прекрасная вещь. Да, мы ее смажем маслом для того, чтобы в будущем, когда будет готовиться наше блюдо, оно не перегорело и не прилипло, скажем. Нужно покрыть полностью дно и можно немножко бортики тоже захватить, дабы наше блюдо нигде не осталось. Это все же выкладывается слоями, правда? Да, слоями будем выкладывать все наши готовые нарезы ингредиенты. Так, сначала картошечку, потом лук, потом наше филе, которое у нас там маринуется. Ждет своего часа, так? Да, да. А потом мы выкладываем грибочки, помидоры и смазываем это нашим соусом. Нам нужно перемешать сыр. Я буду добавлять, перемешивая, будем смотреть по ситуации, нужно ли нам еще добавлять. Кстати говоря, почему я выбрала сегодня запеканку именно с курицей, с куриным филе, я очень люблю это мясо, потому что с ним можно приготовить очень много вариантов всяких блюд. Начиная от плов, тоже можно, кстати, приготовить, почему бы и нет. Можно самсу я люблю, допустим, тоже с грибами, с курицей, с помидором, сыром. А можно приготовить замечательную запеканку под названием вдохновение? Да, вот, как мы сегодня, да, чем мы сегодня, в принципе, и занимаемся. Давай еще чуть-чуть добавим, и все, я думаю, что этого будет достаточно. Достаточно, да? Хорошо. Лемара, ну, помимо портретов, я знаю, что ты еще рисуешь хной. Да, есть такое дело. А как это правильно называется, кстати, вот? Росписи хной по телу называется мехенди. Мехенди. Да. Есть еще другие вариации, говорят, менди, тоже можно где-то услышать. И, ну, в основном, это мехенди, да. Я знаю, что тебя даже приглашают на, скажем так, вечерах на Агиджесе, да, где ты девушкам рисуешь на руках и даешь мастер-классы. Да, я часто участвую в благотворительных мастер-классах, меня часто приглашают на них. Там мы расписываем всем желающим ручки. И все средства, которые мы собираем благодаря вот этому искусству, мы передаем деткам, которые нуждаются в этом. Помимо этого, меня приглашают на свои вечера, ночь хны. Это традиционный крымскотатарский обряд. Мы тоже расписываем девочкам ручки, невесте будущей и ее подружкам. Так, ну что, все перемешано. Можно выкладывать? Да, можно уже выкладывать слоями. Давай достанем наше мясо сразу. Ну что ж, мясо перед нами. Теперь мы все слоями выкладываем. Сначала картошечку. Тоже так покрываем полностью дно. Я люблю, чтобы все было так аккуратненько. Эстетика. Эстетика, да, художественный взгляд, даже в кулинарии. Лемар, как близкие относятся к твоей деятельности? Расскажи, семья, близкие люди. Семья, друзья. Все очень положительно относятся к тому, чем я занимаюсь. Все меня поддерживают, всем нравятся мои работы. Они меня хвалят. Конечно же, это меня очень мотивирует на дальнейшие свершения, скажем так, на развитие. Так, мы вот выложили один свой картошечки теперь. Лучок? Лучок, да. Давай помогу тебе. Давай. Так, как его? Тоже по всему, скажем так, периметру нашей формы. Это так, для вкуса, чтобы блюдо пустот было более сочное. Давай еще немножечко. Все, мы выложили лук. Теперь наше ароматное мясо выкладываем. Давай я выложу, мы вместе распределим по нашей форме. Ты немножечко поможешь? Конечно. Чтобы так равномерненько слоями все. Как-то вот так, да? Так, теперь мы выкладываем грибочки. Давай. Давай. Тоже равномерно. Так. Теперь помидорчики или нет? Да, помидорчики у нас остаются. А это будет сверху? Это сверху, да. Все, отлично. Ну что, теперь давай там помидорчики выкладываем. Их как? Тоже так же, как и все остальные ингредиенты. Как ты делаешь? Да. Тоже заполняю все пробелы. Отлично. Да, теперь мы все это блюдо выкладываем в наш, скажем так, соус. Сколько его нужно? С сыром. Мы его сможем распределить? Да. Ну, сейчас я ложечкой аккуратненько это распределю. Почему я перемешала сыр со сметаной? Вот, кстати. Потому что обычно просто сыр натирают, правильно? И это делают не сразу, а после 20 примерно минут, как находится блюдо в духовке, чтобы сыр не подгорел. Красиво расплавился. Красиво расплавился, да. И был приятный на вкус. Почему я использовала сметану? Чтобы придать блюду какой-то такой сливочный, скажем так, вкус. Да. Оно будет более нежное, более мягкое и приятное на вкус. Нам нужна фольга, правильно? Покрываем фольгой, чтобы все ароматы перемешались, да. Все. Отлично. Настало время отправлять наше блюдо в духовку. Да, мы отправляем нашу запеканку в духовку где-то на 20 минут с фольгой она у нас будет печься. Разогреваем духовку до 180-200 градусов, минут 20 выпекаем с фольгой, потом открываем и еще минут 10. Еще минут 10 без фольги уже? Да, без фольги. Дорогие телезрители, мы разогрели духовку и готовы отправлять запеканку печься. Так, сейчас, закрываем. Уважаемые телезрители, время нашего ожидания пролетело незаметно и мы готовы смотреть, что же у нас получилось. Получилось довольно-таки сочно, по-моему. Одно еще, смотри, немножечко еще кипит, и прям вот уже просится, чтобы мы попробовали. Будем пробовать? Конечно. Хорошо. Видите, у меня получилось очень сочное. Вот такая сочная, нежная, пышная, главное, очень-очень вкусная запеканка у нас сегодня получилась. Тебе понравилось? Очень. Легкое в приготовлении, поэтому вы сможете порадовать свою семью в любой день недели. Лемарочка, хотела бы ты что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Да, конечно. А так как у нас сегодня блюдо с таким интересным и очень символическим названием, я бы хотела всем телезрителям пожелать вдохновения в жизни. Хочу, чтобы каждый нашел в своей жизни то дело, которое бы он любил, которое приносило бы ему удовольствие, в которое бы он вкладывал всю свою душу и любил. Поэтому я вот хочу пожелать всем, чтобы каждый нашел то занятие, которое бы приносило ему удовольствие. Какие хорошие слова. Всем вдохновение, самое главное. Лемара Чехсагл, что была с нами сегодня. Большое спасибо за такой рецепт, за хорошую и приятную атмосферу и за прекрасную беседу. Мне тоже очень было приятно, Савла, за приглашение в вашу прекрасную студию. Мне было приятно быть сегодня гостей вашей программы и поделиться не только какой-то информацией новой о себе, но и какими-то своими кулинарными способностями. Слава. Я хочу для тебя сделать небольшой сюрприз. Да, у меня есть небольшой подарок сегодня для тебя. Пока я тебе его не покажу. Да. Да, я сейчас хочу на память его подписать тебе. Да, и сейчас ты увидишь, что это. Что же это? Это будет большая для тебя неожиданность. Неожиданность, конечно, правда. Пишет наша гостья в Софрагаб Юренус название нашей передачи. Так, подписывай. Ух ты. Самое такое интересное. Ответственный дробь. Ответственный момент. Боже мой. Это тебе. Рисовала со всей душой. Хочу, чтобы тебе этот портрет напоминал обо мне, скажем так, как о своей гости. И чтобы радовал твой глаз каждый день. Чех, Саул. Какая красота. Друзья, вы видите, это, между прочим, вот ваша ведущая. Огромная красота, Саул. Спасибо большое. Очень приятно получить такой подарок. Очень неожиданно, действительно. Мне было очень приятно рисовать тебя. Очень-очень приятно, Саул. А вам, любимые телезрители, желаю хорошего дня, поменьше забот и больше радостных моментов. Аштат Леол Сун. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова